Так, все. Значит, наша презентация наша с вами, она про Пурим. Как вы понимаете, называется она «В мире сомнений». «В мире сомнений». А у нас будет трапеза в четверг тоже? У нас тоже, у нас в 28-м среда, да, поможем? Да. То есть в четверг днем мы тоже вызовем трапезу, ну, дома. Юра, я тебя посмотрю. В общем, сомнения, да, у нас про тему Пурима мы посмотрим, потому что это Пурим связан с сомнениями. Сомнения вообще, что они дают жизни? Вот какая, какой? Они время только забирают. Это путь к успеху. Сомнения, путь к успеху. Ты говоришь, время забирают. Да, очень много. Понимание. Понимание. В итоге сомнение приводит к пониманию, да? Но нужно быть и действовать. Экзистенциальный поезд, да? Нужно всегда сомневаться в своей правоте, чтобы быть более пластичным. Да, это плюс, а минус теперь сомнений. А минус это то, что, когда мы начинаем сомневаться, мы начинаем ничего не делать. Да. Мы прекращаем любить. Мы перестаем понимать. Перестаем понимать. Все равно же теперь ничего не делать. Не, ну тоже надо какой-то период выяснить, да? Потом уже просто нас бесит. Если ты все время сомневаешься, то ты ничего никогда не делаешь. Короче, сомнения в плане, если ты тупо сомневаешься, то это просто, это очень тяжело. Это очень невыгодно. Почему? Потому что, потому что это пожиратель энергии, он выжигает просто все, и не дает тебе просто двигаться. То есть, пока ты сидишь и сомневаешься, ты, ну, ты просто сидишь и сомневаешься. Ты пользует этого никакой. И плюс вот эта вещь, то есть, сомнение, она выжирает просто всю энергию, которую можно было потратить на достижение чего-то, вся эта энергия уходит на ноль. Так. А, я понял. Смотрите, кто помнит эту фразу сейчас? Не знаю, мотив, я дам. Да, да, да. Сейчас. Не сомневайся. Как он сказал? Реа, сомнения отбрось. Да. Что, да? Морфеус, сцена, когда он учит неопрыгать. Учит. Ну, давай, работай. Он ему дает выпад таблетки. Пора освободить твой разум. Но я могу лишь указать ей. Ты сам должен выйти на волю. Тэнк. Программу прыжков. Вот это моя мечта, что только соединили, и было не сомненько. Не оставь таблетки, можно и сомненько. Все, тихо, тихо. Стран. Не вери. Сомнения отбрось. Очисти свой мозг. Все, его летят. А Нео, значит, там потом парился, парился, да, и в суп попал. Как это, индюк, в общем, думал бы, в суп попал, да. Значит, я бы двигался, да, но только человек постоянно попадает в такую ситуацию. То есть я бы, может, что-то делал, но я не знаю, что делать. И часто бывает ситуация такая, сегодня три шага вперед, завтра два шага назад, а может быть, и десять. Человек все время находится в каком-то таком подвешенном состоянии, в мире очень, очень часто. Да, и это вот то, в общем-то, что происходит. У него очень по-разному, это картинка, она крутая, и она очень крутая, и в плане сомнений, она очень крутая в плане вообще вот этой борьбы человека. Ну, это вообще, вы уже много раз, наверное, слышали, да, что есть такие понятия нефиш, роах и нефтама, да, что есть, скажем так, есть разум, есть животные какие-то, есть животные страсти, есть вот этот роах, который выбирает между тем, зачем я пойду сегодня, да. Я эту картинку переделал, я вам сейчас покажу, как выглядит еврейская схема. Она выглядит... Давай. Вот так. Вот. Дописано, служи Всевышнему всем душой и всем сердцем. Всем сердцем, всем, кто у тебя есть, всем своим имуществом. Да, все, полетели наверх. Это еврейский подплат. Так. То есть, вот в такой ситуации человек находит очень часто, и это очень тяжело, и ты просто стоишь и тупишь, и не знаешь, что выбирать, и что делать, да, это очень... Ну, как бы, бывает очень эмоционально непросто. Вот этот наш мир, они называют в таких более, таких мистических, что ли, книгах. Есть два названия. Есть Alma Disfaker и Alma Disfaker. Это мир сомнений и мир... Лжи. Мир лжи, да. То есть, этот мир, он, в принципе, изначально почему-то, мы сейчас посмотрим, почему он построен на концепции вообще сомнения, что в нем очень много вещей неясные, нужно выяснить тоже, откуда это берется. Так вот, где источник вообще сомнений, в какой момент сомнений появилось в мире, где источник сомнений в Толе, скажем так. Может, когда стоят вот это дерево познания, да, брать или не брать, быть или не быть. или не брать или не брать. Да. Нет, где-то сомнений нельзя, сомнения. Ну, почти, почти, только, ну, по-настоящему это сомнение вошло, как бы, когда он съел. Да, я просто. Вот, источник, да, ты была права, это само дерево вот это. Теперь это дерево, его называют тоже, как мы сказали, мир, называется этот миром лжи и миром сомнения, а дерево это наше называют Илана Дисфейк, дерево фейка. Илана Дисфейка, сфейка, то же, дерево сомнения. Почему оно так называется? Вы видите, я нашел такую картинку, да, где переплетены вот эти две вещи, есть такой. Сначала, да, как оно называется? Дерево познания добра и зла, да. Во-первых, нужно понять, что такое познание. Познание в еврейской традиции это, ну, это глубокая связь. То есть, когда мы с вами говорили про любовь, там один из пунктов, там, из пяти, первый был знание. То есть, если ты не знаешь, что твоему ребенку там подходит, что ему интересно, да, то есть, и к чему его сердце расположено, ты не сможешь его воспитать, не сможешь ему дать то, что он хочет. Если ты не знаешь, что это человек, что там, жена хочет сейчас пить, ты как бы не принесешь. То есть, нужны, ну, это как бы элементарный пример, но нужно как бы глубоко знать другого человека, чтобы быть способным его, например, любить, да. Когда я что-то понял, если, то есть, я буду говорить на непонятном вам языке или непонятными терминами, вы вообще ничего не поймете о том, что я говорю. Теперь, когда человек по-настоящему понял, когда он новую информацию всю связал с тем, что уже у него есть. Да, то есть, когда новая входящая информация, ты берешь ее и связываешь нитками со всеми старыми вещами подсознания, которые есть, у тебя вот такая общая пирамида получается, тогда ты понял эту вещь. Значит, и дерево, то есть, а как оно называется, дерево познания добра и зла, то есть, это получается, что в нем переплетены, связаны вместе добро и зло. Переплетены. Теперь вопрос следующий есть очень интересный, что по-настоящему это дерево, почему оно называется деревом добра и зла? Ведь Адам съел вот этого дерева, и оно стало источником чего? Зла. Зла. Значит, это должно было быть просто дерево зла, да? Почему оно называется деревом познания добра и зла? Потому что... Вальницу между добром и злом он теперь знает. Потому что она долго не сомневалась. Добро он и так знал, он мог узнать зло, и он узнал о доброе зло. Не, смотри, дерево просто, вот ты берешь эту штуку, и из-за нее в мире становится зло, значит, это вещь звать. Да, но раньше он не знал, что есть такой приз. Нет, он не знал, что есть добро. Не было выбора, чем выбирать. У него было только добро, как бы, это... У него не было сомнений, что есть что-то кроме добра. Он умел думать очень хорошо. Мы по-настоящему сейчас дальше узнаем, что было у Адама до греха и после. В чем отличие Адама до и после. Не совсем в этом, но вы похоже говорите. Ответ по-настоящему в том, что никто никогда не поверит в зло, если в нем нет примеси добра. Любая теперь концепция, любая история, любой коммунизм, что угодно, в нем должно быть какая-то примесь добра, что мы будем всем друг другу помогать, что люди добрые. У тебя должно быть что-то хорошее. И плюс туда ты примешиваешь чуть-чуть этого своего дегтя. И у тебя получается классная ложь. И причем чем ближе концепция какая-то к добру, чем больше в ней добра, в этой вещи, которую тебе заливают, тем сложнее от нее отказаться, тем сложнее понять, что это по-настоящему зло. Недавно у нас часы неправильно пошли, и я понял это очень прикольно. Если у тебя часы сбиты на совещание, я не знаю, с министром, у которого есть на тебе пять минут, а ты смотришь на часы и думаешь, что надо прийти заранее. Если они у тебя сбились на полчаса, если у тебя нет вторых, ты скорее всего не заметишь, что время изменилось, это просто вся твоя жизнь пролетит мимо, это работа и все твои надежды. Теперь если у тебя это время, оно поставлено неправильно, оно слетело на десять часов, то есть если в этом уже слишком большое отклонение от добра, скажем так, на неправильную ситуацию, то ты смотришь, блин, солнце светит, а у меня тут уже десять вечера. И ты сразу понимаешь, нет, я туда не пойду теперь. Адам, да, если бы в этом дереве было только зло, то есть приходит человек и говорит, пошли убивать, грабить и насиловать. Ну, типа, ну, до свидания, типа. Ну, то есть это очевидно, да, что это бред, да. А теперь, чем больше он туда вставит, типа, концепций, идей, да, то есть будем убивать евреев, потому что они там, что они, значит, дети дьявола и мы, значит, арийцы, потому что мы выше рад нации. И целую идеологию придумаешь, да, под эту такую, причем высокую, да, и все, и можно убивать людей миллионами. То есть, ну, тебе нужна какая-то доля каких-то добрых концепций, чтобы в злую концепцию в целом кто-то поверил. Вот. Иначе он кусает это плод. Кстати, кто знает, какое было это, это было яблоко или не яблоко? Ну, такое ланкветное было, как дерево. Им жир, говорят жир. Им виноград есть еще. Там есть, по-моему, Марат приводит, по-моему, пять версий, что это было за дерево. И это было какое угодно дерево, но не яблочное. Потому что написано, то есть вот это все, что рисуют, что там считают, там яблок не было, там написано, что в саду были яблоки, а было дерево не такое, как все эти деревья, а другое. То есть оно было какое угодно, но не яблочное. И там есть варианты вино, там есть варианты хлеб, там есть варианты инжир, по-моему, тоже. Там, в общем, интересные варианты есть. В хиники тоже. Ну, не могу говорить, там такие концепции очень крутые, особенно с песоком связано. Если у него поело дерево хомца, то вот эту целую устраивающую картину. Так вот, он, значит, кусает вот эту штуку, которая, это смесь добра и зла, да? И что тогда происходит? То есть я беру вещь, я ее кусаю, она становится частью меня, переваривается и начинает во мне действовать, да? То есть, ну, и дает мне жизнь и нытью. Теперь он ее кусает, и получается, что я пустил внутрь себя неясность. Вот это сомнение. Сомнение у Адама до греха, у него было что-то, то есть он видел как бы картину от третьего лица объективно. Теперь он всю эту штуку, вот это перемешение, да, как Бавель, да, тоже в Вавилон, где игре и жили, так называется тоже Билгуль, перемешение. Вот это смешение пустил внутрь себя, и теперь он не может разобраться, где хорошо, где плохо, где нормально, где ненормально. Можно поверить в зло, можно поверить в добро, во что угодно. То есть теперь единственное, что человеку ясно по-настоящему, это то, что ничего не ясно, да. То есть теперь столько концепций, столько направлений, можно быть Готэм, Эмма, можно быть, я не знаю, феминистом, можно пойти и сменить пол, вот можно пойти, и это вообще тема, знаете, прям вот целые прям статьи, значит, почему, зачем. Есть знаете что, есть дети, которым говорят, знаете как, им не дают имя, я слышал уже, это уже практика такая, есть дети, им не дают имя, ему не говорят, какой у него пол, типа, в общем, оно, да, и вот это оно, пол, без полной самоидентификации, оно вырастает, и типа с тем, что в 18 лет, типа, дорастешь и решишь, типа, мы родители, кто мы такие, чтобы за него решать, типа, твоя жизнь, твои правила, типа, зашибись, то есть это просто ничтожество, вырастает, я не знаю, кто это, для человека, то есть все, получается, все теперь в этом мире, когда он ест вот от этого яблока смешение, для него теперь все субъективно, абстрактно, непонятно, он такой, можно это, можно то, можно так, можно ся, можно с мужиками, можно с женщинами, можно с кучей женщин, с кучей мужиков, то есть все, теперь все можно, все можно, то есть и ничего никому нельзя объяснить, да, то есть теперь можно назвать любое добро злом, то есть вот я не знаю, да, ну то есть помогать людям, да, ну и что, дурацию мне не давать, типа, на хрена, вот, а можно назвать любое зло добром, да, я уже перечислил, так сказать, варианты, все, 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 вот, и эту проблему нельзя недооценивать, потому что нужно понимать, в чем ее хворить, потому что глубочайший эгоистический интерес того момента, как Адам поел вот эту смешанную штуку, он тебе говорит что? Он тебе говорит так, что ты настоящий объективный арбитр реальности и правильно твое восприятие, то есть теперь, когда, типа, ты вот эту штуку внутрь себя опускаешь, и теперь ты говоришь так, значит, это все такое, значит, а кто решает между тем, как я буду делать, я, как мне удобно и приятно, так я и буду делать. Захочу стать женщиной, стану женщиной, значит, то почему, это хочу, и все, значит, вот так, да, то есть я самый крутой, я, я все знаю, вообще, ну, понятно, да, вот, теперь обратная сторона этой, я тебе рассказываю, это, да, обратная сторона этой, значит, обратная сторона всей этой картины, самый такой топовый человек, который был в еврейской истории, его звали Мойша Раббейну, и Талмуд пишет, что он, Талмуд его называет Аспаклария Амеира, что такое Аспаклария, это, то есть это значит, как бы, линза, такое стекло, просвечивающее, то есть чем Мойша Раббейна отличался от всех остальных людей, все остальные люди, то есть, как бы, есть, есть дальше, есть Бог, да, есть источник энергии, теперь есть я, я там в какой-то степени принимаю, не принимаю то, что он дает, теперь моя личность и мое эго, это вот это мутное стекло, теперь моя работа над собой, это степень, в которой я чищу это стекло, теперь самые приятные люди, да, это люди, через которых просто светит насквозь вот эта штука, да, такая, просто чистый свет, который, он, как бы, полностью убирает вот это свое эго, и через него чисто проходит вот этот свет, это был Мойша Раббейн, и поэтому он смог передать всю эту тору теперь люди которые не работают над собой это все них ситуация будет то есть поэтому в рам ну это не буду тебя задушать вот теперь обычные люди значит они встают к богу и под каким-то непонятным углом луч падает на него непонятно откуда значит проходит непонятно как и выходит тоже криво и вот такие люди они неприятные то есть теперь мощь это был самый прозрачный человек такой то есть чисто то есть бог через него светил написано что когда когда создали первого человека что ангелы не могли понять кому молиться вообще кому кому служить этому человеку или богу потому что вот это как есть вот эта лампа да есть стекляшка на ней ты не понимаешь где лампа 10 кляшка где заканчиваете стекляшки он был просто чистый такой они не могли понять какая разница между лампочка и стекляшки которая пропускает этот свет вот такими могут стать совершенные люди и поскольку да большинство людей когда там есть этот а есть этот плод да вот эта линза у большинства большинство людей у них есть вот эта эгоистичная заинтересованность большинство людей у них вот эта линза она очень замутненная в разной степени типа делаю что хочу и так далее как выгодно удобно неудобно вот это замутненность линза теперь то что они пропускают это у кого-то розовый у кого-то фиолетовый у кого-то просто все залиты непонятно чем да люди всегда считают что они правы сюда выходит наружу непонятно что тоже непонятно какого качества вот нет вот тут уже показал поэтому для всех вот этих замутненных кривых вставших не так для нужна инструкция и для в этой ситуации когда адам уже съел вот от этого плода сомнение вошло внутрь и ты ни в чем не можешь разобраться типа делаю что хочу тебе нужна инструкция поскольку ты сам уже не можешь разобраться да тебе нужна инструкция куда смотреть и как смотреть и чтобы правильно что неправильно потому что теперь можно назвать добро злом зло добром и делать что угодно вот это стержень выполнитель то есть для тех кто больше не может правильно интерпретировать ветер на верхушках деревьев это я к чему потому что авраам авраам он был как раз таким прозрачным прозрачным стеклом да и он поэтому через это свое прозрачное стекло смотрел на мир делал выводы да что так и так не может это быть то есть у него не было личного интереса он просто честно смотрел на все эти вещи делал соответствующие прямые правильные чистые выводы приходил к этим правильным выводам и дальше он просто понял что там все люди делали что хотели как раз он говорит нет типа так тема не работает и должен честно во всем разобраться разобрался надо и сказал есть только бог и бог его дальше начал вести вести по жизни вот в итоге мы здесь с вами все сидим теперь он мог это сделать потому что он он был чистый он просто мог выучить это из мира теперь для человека у которого много слоев непонятной такой грязи ему дают вот эту инструкцию для тех кто то есть кто уже замутнен и вот этот грех который делает адам это же и есть сомнение то есть внутрь него входит сомнение что правильно что нет и более того если он решит что зло это добро то зло будет добром и будет заниматься какой-то фигней это же путаница да вот это путаница замешательства в котором человек очень часто находится и вот то что вы говорили про адама рамбан говорит так что адам до момента греха у него было только две только выбор такой у него было true or false то есть правда неправда у него не было никаких других концепций он смотрел только что правильно и что неправильно теперь эта штука заходит внутрь и что происходит у него это все меняется на хорошо то есть правда неправда меняется на хорошо плохо что такое хорошо плохо это типа типа хочу туда идти но тут стоят 10 10 человек но мне этого туда надо мне хорошо будет хорошо пойду по ним вот то есть теперь у человека теперь вот это правда неправда правильно неправильно добро то есть это уже не работает у него начинается выгодно невыгодно так вот это то что произошло с Адамом, когда он вот эту смесь пустил внутрь, он уже не понимает, где я, где это, где Бог, где что, не разделяет понятия и делает, что хочет. Теперь что делает, теперь будет очень, это прям будет видно, классно вообще. Что делает Адам после вот этого хета, после перехвата, после хета Адама решен, да? Он ест и что дальше происходит? Его изгоняют. Не, 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 прям сразу, прям после этого. Он одевается. Он одевается и... Собирается у Адам и... Не, не, он хотел остаться, он хотел остаться и прячется, вот. То есть, что делает Адам? То есть, смотрите, до этого Адам, еще раз, то есть, какая ситуация, Адам живет в мире, только правда-неправда, он живет в мире ясности. Есть Бог, Бог создал мир, у него все так четко, просто и понятно, то есть, все как при свете бела дня. Он ест эту штуку и теперь он не видит, где стул, где стул, он в темноте бродит, не поймет, куда нужно идти, да, не может разобраться, и что он делает? Он прячется. Теперь, в чем прикол того, что он прячется? Он говорит про себя, получается, что Бог не видит. Понятно, что Бог он видит, да, теперь внутрь него входит вот это сомнение, и у него появляется предположение, а может нет, он прячется, да, ты что, ты дурак, от кого ты прячешься? В чем? Что-то не видит, он что-то не знает, в чем фишка? Вот, и выглядит это примерно вот так, это выглядит очень смешно, да, если об этом подумать. Ну, бредовая ситуация, от кого ты прячешься? Типа, ну, как бы, у него есть один ген, все что угодно, он тебя разглядит везде. Теперь вопрос, что ему отвечает Бог на эту всю историю. Он спрашивает, где? Он спрашивает Бога, а ты где? То есть, он начинает ему подыгрывать, это же полный бред. То есть, смотрите, ситуация теперь, в которую Адам сам себя загнал, она очень жесткая. Он начинает себя вести, как, типа, он делает то, что не надо было делать с кушу, пустил внутрь себя вот это сомнение, изменение вот этого сознания, да, и начинает прятаться, то есть, он до этого, для него все было ясно, теперь ничего не ясно, он такой, э, начинает думать, Бог не видит, видит, хочу сам, буду решать сам, жить так, жить сяк. И Бог начинает ему подыгрывать, он отвечает ему мера за меру, чисто. Ты хочешь жить в мире, где меня нет, живи в мире, где меня нет. То есть, это что такое? Бог спрашивает, где ты? Он что, не знает, где ты? Ну, ты прячешься, говоришь, ты не знаешь, где я? Бог спрашивает, где ты? То есть, типа, хочешь жить в этих условиях, живи, пожалуйста, вот тебе, не знаю, не знаю, вот, пожалуйста, то есть, твой выбор, это все твой выбор. То есть, он отвечает ему, айерку, где ты? Что ты? ты не знаешь, где он, да? То есть, понятно, Бог начинает отвечать человеку на том языке, на котором кто-то обращается к нему. То есть, он отвечает ему, как будто он не видит, то есть, это медахи-негих медахи, да, не видишь, не видь. А тут совсем другое что-то происходит, надо как-то с людьми существовать, и это такая каша, мне кажется... Ну, вот, вот, это именно то, что у него произошло в голове, каша, да, все было понятно. Теперь чистая каша сомнения в голове, да, и что происходит, да? Вот, да, да, то есть, ты хочешь играть в эту свою игру, да, типа, ты спрятался, да, ну, если поиграем в твою игру. Хочешь жить, то есть, то есть, то есть, теперь человек, он что может сказать? Все субъективно, все абстрактно, все, что мне заливают, это фигня. Фигня. Доказал? Фигня. Это теория фигня. Вычислили скорость света, Ньютон весь пошел в мусор, оказалось, что это не правда, еще что-нибудь вычислили. Вы знаете, 98%, 90% вселенной вообще не знают, из чего состоят. Просто темные вот энергии, темные материи, не знают, из чего. Там найдут какую-нибудь еще одну маленькую, просто маленькую переменную. Вся теория относительности тоже пойдет в мусор. Ты живешь, это фигня, фигня. И в итоге, что у тебя остается, только делаю, что хочу, типа, правды нету, истины, ничего нету, да. Теперь в мире сомнений и случайностей подпишись, истины нет. То есть, все это делается для одной цели, для людьми, чтобы просто сказать, что я сам буду, моя жизнь, мои правила, да, очень удобная тема, суперэгоистичная такая. То есть, это твой выбор. И Бог что начинает? Твоя жизнь, твои правила, тогда я тоже прячусь. Ты хочешь, чтобы я спрятался? Окей, я прячусь. Играем по твоим правилам, если ты так хочешь. Теперь, и чтобы понять всю эту тему, кто главный, войти в эту тему, это как бы кульминация, скажем так, нашей всей этой темы. То есть, мы разобрали своими сомнениями. Где они? В Торе. То есть, кто главный враг и антипод евреев вообще? Римляне. Да, Амалек. Не-не. То есть, это антиподы, да, а этот прям такой самый-самый объявленный, которого прям надо вообще to destroy. Да? Вот. Теперь, что он сделал, этот Амалек? В Торе, Амалек, что сделал? Передуги, старший народ. Да. И может быть, кто-то знает, Раши, что про это пишет? Он как будто бы, что? Амалек сделал что? Он нападает на евреев сразу после того, как они видят, как Бог их в общем. Все дал, вывел из Египта, раскрылся им полностью, да? Он нападает, Раша там пишет, кто-то знает, нет? На кого он похож? Он тоже, он, типа, закрал сомнения. Вот, вот, да. То есть, что он сделал, это он теперь у человека, они выходят такие, все 100% понятно. А Раша пишет, что он был как человек, который вот кипящая такая, ванная прям вот кипящая, и он готов пожертвовать собственной жизнью, собственным здоровьем, и он прыгает прямо туда, чтобы ее остудить. То есть, тут, все такие, да! И тут, значит, он только они выходят оттуда, он на них нападает и начинает их рубить. То есть, я не хочу вот эти 100%, не хочу, я хочу сам, я не хочу вот эту всю тему. Теперь, чтобы сломать вот эту всю историю, надо напасть и просто показать всем остальным, что можно, что... Ну, такое, да. Такое. Ты понял, да? Нет. Вот, теперь, что он сделал? Вот так вот он поступил. Вот, и пишет... То есть, то, что там в пастуке написано, написано, что в кархабадерик. Там есть три перевода этого, три объяснения этого слова. Кархат от понятия случайность. То есть, он... То есть, евреи выходят, все целенаправленно, есть задача, есть цель, есть причина, есть к чему все идет. Он приходит и говорит, фигня все, все случайно, я, значит, молекулы друг об друга бились-бились, бились-бились, и в люди выбились. Вот, значит, это первый вариант. Второй – холод, да? То есть, они такие, выходят такие жаркие, такие, да, Богу служить, он охлаждает все это дело. А третье же – это нечистота, то есть, есть верность мужа и жены, да? Ну, все они нечистоты, это когда эта верность, она, значит, пропадает. То есть, он делит между Богом и между народом. Это три варианта, да? То есть, они все говорят, что все... Он создает вот эту пропасть сомнения. Теперь, амалеку, гематрии, сколько? Это 240. Почему это равно? Может, кто-то знает? Ну, может, кто-то знает. Ну, видимо, асофек. Вот. Теперь это равно, видите, я тоже это выделил, да? То есть, это смешение двух вещей, да? Как это дерево познания добра и зла, переплетенное. Его гематрия – это сафек. То есть, он приходит и говорит «Э, это куэр». Вот. Теперь, где амалек и аман стоят? Это первый вопрос, что он сделал. Он внес сомнения. А теперь, где аман? Где аман в Торе? Зачем надо понять… Не, не, в самой Торе, в тексте Торы. Мудельцы задают этот вопрос. Для того, то есть, в чем суть вопроса этого вообще? Нужно сначала понять, в чем суть вопроса. Есть какая-то концепция, вот эта концепция амана. То есть, есть его идея, да? Вот эта идея – народ, который свидетельствует о Боге, надо уничтожить. Не хочу никаких свидетельств, хочу сам. Я лучше знаю, что уме делать. Моя жизнь, мои правила, да? Теперь, то есть, вот эта концепция. Теперь, когда мы хотим узнать, где, как бы, если мы находим ее в Торе, и чем ближе мы находим ее к началу текста Торы, к началу творения, тем больше она такая всеохватывающая, более фундаментальная. Понятно, да? То есть, чем ближе к началу рождения ребенка, ты там вносишь маленькие изменения, только начавшие развиваться эти клетки, это все, ну, просто испортится все. Если взрослому что-то там вот так сделал, ему ничего от этого не будет, да? Теперь, чем ближе к моменту зарождения, тем больше это влияет на все последствия. Теперь, слово аман мы находим в Торе, в пасуке, который тоже связан с этим деревом. Это второй вопрос, сразу после этого там написано, амин, аэца, не ела ли ты от дерева, от которого я тебе сказал не есть? То есть, мы уже сказали, да, что за бред, Бог начинает. То есть, Адам говорит, прячется такой, да? Спрятался, типа, не уверен, что есть Бог. Бог ему говорит, где ты? Типа, я тоже не уверен, все. Я тоже не уверен, что я есть, да? Вот, и теперь следующий вопрос, и второй вопрос, да, опять Бог начинает спрашивать вопрос, да, где это видно, чтобы он что-то не знал? Он спрашивает, а не ел ли ты от дерева? Так вот, это слово амин, это те же самые буквы, что аман. Теперь вот это, то есть, концепция, что Бог такой, ну, не знаю. А что, Иуда, что нет, что Амин? А? А? Иуда, что нет, что Амин? Амин. Нет. Это голосок. Вот, то есть, то есть, хочешь жить в мире сомнений, и живи на здоровье, пожалуйста. То есть, Бог начинает задавать вопросы, да, и амин, аэс, вот эта тема, не ел ли ты от дерева, да, аман, он создает вот эту пропасть, пропасть между, давайте по порядку, то есть, это, это и секрет, да, то есть, есть вот этот, получается, грех, человек делает, косячит, как следствие, Бог ему задает вопрос, вот этот, аман, да, не ел ли ты от дерева, то есть, вот это, он сам помещает, ты хочешь жить в мире сомнения, живи в мире сомнения, хочешь говорить, что меня нет, пожалуйста, то есть, как бы, я буду разговаривать на твоем языке, ты не хочешь на здоровье. Теперь, вот этот грех, он как раз и создает, хэт, он создает пропасть, пропасть сомнения, создает эту пропасть сомнений между восприятием и реальностью. То есть, есть реальность, объективно, правильно так, правильно, значит, что, я не знаю, не ходить по людям, да, а мне кажется, что мне надо туда, и я пойду по людям, и мне пофигу, почему, потому что это, и тебе не волнует, правильно, неправильно, мне хорошо будет, удобно и выгодно. Креветки с пигомей, прикольно. Чего, нормально, проблем не будет, да. Теперь, и вот эта пропасть сомнения, которая там создана, пропасть сомнений, так, восприятие, креветка классно, реальность есть, такое, вот, теперь, Аман приходит и говорит, забей, да, то есть, сомневайся, то есть, решай сам, что тебе хорошо, что тебе плохо, то есть, он говорит, не хочу, не хочу, не хочу всю эту тему. И само слово, да, улам на иврите, оно, ну, это вы же должны знать, да, что оно значит? Нет. А под его более глубокий смысл? Оно однокоренное, это слово? Вы знаете, это плачет. Плачет? А? Плачет? Нет. Элем, не лам, да, элем. Элем это сокрытие. То есть, в итоге, с момента греха Адама, весь, само понятие мира, оно впустит в такое состояние, что Бог просто скрывается и говорит, ищи, ты решил играть со мной в порядке, ищи. Да? Теперь, каждый человек найдет его ровно, настолько, насколько он захочет. То есть, Бог не покажет тебе с тех пор, с момента греха себя больше, чем ты хочешь его увидеть. То есть, ты увидишь его ровно настолько в свою жизнь, насколько ты приложишь усилия к тому, чтобы его увидеть. Если ты хочешь сказать, что все, все фигня, да, и я живу в таком абстрактном, субъективном, ничего определить нельзя, что непонятно, то есть, он тебе говорит, хочешь жить в этом бредовом мире, живи, хочешь решать себя сам решать. Твоя жизнь, твои правила, потому что где-то с этим всем окажешься, непонятно. Так вот, теперь, кто такие евреи, да, это у нас была просто вот эта картинка, теперь такой зум, зум им делай. Теперь, кто такие евреи, есть реальность, есть восприятие, есть этот грех, и как бы, это грех, эта концепция, амалика как раз, которая создает вот эту пропасть между тем, что есть реальное, и тем, что я ощущаю по этому поводу. То есть, преподает объективная реальность, и появляется это субъективно, я хочу то, хочу не это. А евреи, это те, кто эту пропасть соединяет. Они соединяют реальность и восприятие, и что происходит, такой enlightenment, да, соединяется реальность и восприятие вместе, и, пойдем в это. Молитва у нас сказана, и там есть две большие буквы, какие? Далет и Айн. Слушай, Израиль, Господь, Бог, в общем, Бог есть, Он один, и, в общем, это наша главная тема, да, то есть, вот перевод. Теперь, это, если мы читаем только две большие буквы, это слово какое? Нет, нет, это слово, это что? Эд, Эдим. Дома. Нет, свидетель, вот, а он знает. Эд, это свидетель. Теперь приходят евреи, и говорят, мы как бы, мы все видели своими глазами вообще. Да, мы там были, то есть, приходят евреи, и лично, то есть, а, еще слово Эд, оно значит, если мы читаем его наоборот, то да, знание, то есть, есть много теорий, которые построены на, есть много теорий, которые построены на каких-то размышлениях в прошлое, но пока у тебя нет эксперимента, а лучше всего свидетеля по поводу того, что там было, то есть, например, почти никто не, не берется строить теорию, там, о том, что было первые моменты после большого взрыва, потому что, ты даже теоретически никогда не сможешь, то есть, ты можешь только построить какую-то картинку, даже, она, скорее всего, даже близко не будет к тому, что там было по-настоящему, теперь, чтобы узнать, что там было по-настоящему, ты ставишь туда свидетеля, он смотрит, и приходит и говорит, вот так вот было, приходит, и вот эта тема, и почему это так, и это мы обоснуем через одно занятие, да, почему, почему, на каких основаниях евреи приходят, это говорят, но они приходят и говорят однозначно, что, ну, то есть, 600 тысяч, там, только мужчина, 20 до 60 лет, стояли, видели это лично, и про это посвидетельствовали, да, они говорят, мы видели все лично, то есть, то есть, еврейская вся тема, это мы свидетельствуем ясностью, против вот этой пропасти сомнений, против, против, он же, он же, амалет, времени же нет, ладно, просто я напомню, кто помнит, тот помнит, что жизнь, она похожа на, помните, Рамбом, ты помнишь, Рамбом он говорил, что жизнь похожа, вот ты идешь, ты хочешь найти дорогу домой, и ты идешь в полной темноте, шторм, буря, где ты не видишь, где спотыкаешься, то есть ты придумал себе свой мир, где ты не видишь, где правда, где ложь, где есть, где нет, где сменю пол, сменю пол, где тема. То есть ты не знаешь, что правильно, что неправильно, можно придумать все, что угодно, и ты идешь вот в этом мире. В какой-то момент, это молния, она освещает тебе дорогу домой. Теперь задача еврея, то есть они приносят вот это свидетельство. И дальше это усилие памяти, что я должен пройти по той дороге, которую мне показывает вот это свидетельство. Ну, это, дай я себе вкратце. Ну да, вот это то, что мы с вами изучали много раз, здесь будет та же самая тема, что приходят еврея и говорят, у нас было свидетельство, мы их едим, да, Эд, Бог есть. Приходит там Олег, что он говорит, и вот это все, они только вышли, а он такой прям в эту баню, только чтобы там стало похолоднее, чтобы все было случайно. Он приходит и что говорит? Не дай Бог, что есть Бог. Не дай Бог. Вот, и теперь вся еврейская тема, да, это война с Омолеком из поколения в поколение. То есть что это такое? Это нужно вот эту вот всю тему, то, что он все это обрушил, ее нужно уничтожить, да, и привести к тому, что весь мир станет... Да, что там? Что надо? Не дай Бог, что есть Бог. Так? То, что там еще написано в Торе, что... То есть сотри его имя из-под небеса, и что значит стереть имя Омолека, это значит прийти в полную ясность и стереть вот эту штуку. Вот эту штуку сомнений, это разрыв между реальностью тем, что есть объективно, это реальность Бога, и свое восприятие, типа, я не знаю, как хочу, совмещаешь вместе, и как бы реальность вставляешь в то, что ты чувствуешь. То есть это путь евреи, создать вот эту ясность. Теперь приходит этот Аман, да, в Мигеле и говорит, что случайно, кидает этот жребий, да, говорит, ну все случайно, сейчас решим какое-то, какая дата, как бы, ну, понятно. Теперь в настоящем этой картинке я нашел такую интересную вещь. Тут в этой картинке тоже все оказалось, видите, Али. Ну, ладно. Вот. Вот, говорите, все выглядит вот так, а приходят евреи и говорят, не, все выглядит вот так. Ты просто плохо смотрел. Да, это закономерность. И вот это случайность, это закономерность. То есть, говорит евреи, случайностей нету. Если есть случайность, ты просто не досмотрел. Или, например, мне очень нравится такой пример, что я иду, значит, по тропинке, да, мимо леса, и вижу, чувак рубит дерево. Я думаю, а я перенписываюсь. Я думаю, блин, вот козел. Думаю, вот он нехороший человек. Теперь, почему я так думаю, потому что я вижу... Не, лучше нет, лучше жжет дерево, вот. Лучше жжет дерево. Да, это любому человеку было бы неприкольно на это смотреть. Я думаю, блин, вот он никак... Ладно, рубит, 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 рубит дерево. Теперь я, значит... Может, жжет? Не, рубит. Я смотрю на эту историю и думаю, он разрушает мир. Он сейчас делает плохо, да? Плохой человек. В чем, почему я так решил? Потому что, ну, это то, что я вижу сейчас. Теперь по-настоящему что происходит? А он решил... Он, он врач. Ему сейчас надо вылечить человека. Чтобы вылечить человека, ему нужно кровать сделать. Чтобы сделать кровать, ему нужно срубить дерево. Срубить дерево, и из него сделать кровать. Есть такая даже пословица, поговорка, народная мудрость. Дуракам середину работы не показывают. Вот. Теперь люди, они... То есть, почему... Откуда берется вот это случайность, что ты увидел, что что-то происходит, какой-то бред непонятный, да? Что есть что-то случайное. Ты просто не дочитал предложение до конца. Так? То есть, если ты это читаешь до конца, то увидишь, что на этом бревне, которому делают плохо, на нем произойдет что-то намного более крутое, чем просто существование вот этого дерева. То есть, на что-то намного более... Намного более хорошее. Приходят евреи и говорят, что весь исторический процесс, все, что происходит, все, что было, все, что будет, то, что мы получили, и то, к чему мы придем, это не случайность, это закономерность. Просто читай предложение до конца. Подожди немножко, успокойся, исправь свои качества. Стекляшку почисти, да? Даже уже с покларием. Случайник? Не думаю. Вот. И теперь Пурим, это высший праздник, это символ окончательной ясности, то есть, то, что... То есть, стираем Амалека, да, там, смешаем между Аманом и Амалеком, дарим подарки, соединяем евреев с евреями. То есть, это праздник, символ как бы окончательной ясности, которая наступит в будущем. То есть, это победа вот над этим смешением, над Амалеком, над сомнением. Наша задача, то есть, это проламываться к ясности. И так, по-моему, Хазуныш говорит, что нет счастья большего, чем разрешение своих сомнений. То есть, это самый большой кайф. И я думаю, что когда-то через одно занятие мы займемся тем, что будем вообще все... Ну, все проясним, короче. Вот. Нет удовольствия больше, чем то, что разрешение сомнений. То есть, наша задача, это раскрывай богу в своей жизни, делай усилие, ровно настолько, насколько ты будешь делать усилие, он раскроется... раскрывай, да? Он раскроется тебе. Теперь, если ты говоришь, что... Ну, тебя смотрят, и говоришь... Так, хуа... Вот. Теперь, раскрываешь бога, делаешь усилие, бог раскрывает тебе. Спасибо вам большое. Ладно, так что, я думаю, давайте мы явно всех уже не успеем, то, что я хотел сделать. Вот это, то есть, темы, которые есть у нас. Так, про номинации, я напомню, он уже сказал. То есть, еще раз, то, что мы с вами сегодня изучили, тема... Тут 30 секунд видео, да? Я думаю, сейчас мы кого-то попробуем. То есть, темы, которые вы можете взять, сейчас, просто на 30 секунд видео. То есть, сомнение, это пожиратель энергии, если он не врач, это сжирает у тебя всю энергию. То, что хэт, он съел от этого дерева, это значит, что есть смешение. У тебя все внутри перемешивается, благодаря этому. Что амалек прыгнул в кипяток, чтобы остудить, остудить вот эту ванну, да, остудить вот это, и внести сомнение. Вторая тема, вот эта такая, очень мощная, да? Хочешь жить без меня, в своем вот этом субъективизме и в полной муте получай. Что получай? А где ты? Не ел ли ты? Бог начинает себя вести вопросами. Бог покажет себя ровно настолько, насколько ты захочешь, что евреи свидетельные проясняют, уничтожают сомнения амалека. Жизнь это как молния в грозу, да, это, ну, знаете, эти тхемы. И пулем это свет, прояснение реальности, соединение реальности и восприятия. Меня зовут Даня, и сегодня я хочу кое-чем с вами поделиться, о том, что сегодня я узнал на уроке своего любимого учителя Эйтана. Итак, это про метафорическое яблоко или про плод дерева пограния добра и зла, которое дало Адаму то, что он перестал различать добро и зло, в нем поселились те сомнения, которые сейчас в нашем мире не дают человеку видеть картину мироздания в полной мере. Поэтому, когда мы смотрим на определенные моменты, мы не видим картину в целом, из-за этого у нас извращенное понятие реальности. И из-за этого я прошу вас смотреть на картину в целом и не бояться думать шире. Спасибо за внимание. Мне хотелось бы рассказать про небольшой отрывок, который мне с сегодняшнего урока понравился, о том, что человек, он пропускает через себя свет божественный, но он как стекло, и бывает стекло чистое, а бывает замыкненное. Так вот, ну, большинство из нас, конечно же, имеют некие замыкнения, из-за которых свет божественный не проходит напрямую, он рассеивается, как он неправильно, и то есть, ну, получается, что человек грешит или там поступает некрасиво. И это к тому, что чем больше мы работаем над собой, чем больше мы справляем своих качеств, тем больше света мы приносим в мире. Поэтому учим Тору, это наша инструкция, к тому, как сделать себя лучше, и переведем нашу эхо быстрее. Мы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.